Гравюру 1-3 XIX века. Потом вы перейдёте в следующий зал и увидите литографию середины XIX века, до самого конца XIX века. А в последнем зале вас встретят огромные красочные листы. Это хромолитографированный лубок начала XX века. Всё то, что вы увидите, это картинная галерея. Но непривычная для нас картинная галерея музейного типа или академического. Это народная картинная галерея. По свидетельствам современников, в XIX веке не было ни одной избы крестьянской, где не было бы налеплено хотя бы двух или трёх лубочных картинок. И вот это тот самый мир, в который мы сейчас с вами попадём, он представляет собой совсем иное, предполагает, совершенно иное общение зрителя, и произведение. Это не та галерея в нашем понимании, как мы должны проходить тут картины в картине, пытаться понять, что там изображено. Нет. Лубок требует прежде всего вживания и нахождения зрителя внутри этого произведения. У Юрия Михайловича Лотмана была замечательная статья о художественной природе русской и народной картинке. И вот он говорил о том, что жители деревни собирались всё вместе, показывали друг другу улыбки, читали подписи, и обязательно как бы разыгрывали ту картинку, о которой они читали. Притом комментарии должны были быть приблизительно следующие. А вот этот этого-то как двинет, а этот этого-то как ударит, и ещё какое-нибудь там неприличное словцо, естественно. То, что вы сейчас увидите, будет делиться как бы на две части. 19 и 1 век — это традиционный архаический лубок, лубок, где каждый зритель является одновременно и художником, и участником действия. И вторая половина 19-го, начала 20-го века — это картинка, в которой уже требуется зритель как отдельно стоящая фигура, которая точно так же, как и в академическом искусстве, вынуждена воспринимать то послание, как все нынче модно говорить, которое ему передаёт художник. Я желаю вам...